Воскресные занятия в Потеряевке На странице 717 автор Игнатий Тихонович Алабкин Евангелие от Матфея 2 глава 10-11 стихи Увидев же звезду, они скоро возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. В песнопениях говорится, что волхвы учились от звезды, и что дева присущественно рождает младенца. Волхвы со звездою путешествуют. Великое ли они дело этим поступком своим сделали? И в этих песнопениях сконцентрировано все о Рождестве Христом. Что можно сказать об этих иностранцах? Пользы от их поклонения никакой, как будто. А на великий грех навели людей. Воины обогрили свои руки не в день брани кровью врагов, а кровью стольких младенцев невинных. Это военным было нужно? Церковь исповедует, что было избито тогда 14 тысяч мальчиков. Если бы волхвы не пришли, то где-то через 15 лет 14 тысяч свадеб было бы сыграно. И это все относи насчет волхвов. Эти девушки уже никогда не найдут себе мужей, потому что их возраста парней не было, ибо они окончили жизнь в доме хлеба, так переводится с еврейского Вифлеем. И какие после этого еще были последствия? Но церковь усмотрела в этом посещении волхвов-звездочетов очень важный момент. Язычники-чужестранцы открыли доступ ко Христу всем язычникам. Одно дело евреи, их даже и сегодня только чуть больше 20 миллионов. Другое дело, миллиарды язычников. Через этих поклонников пришел весь языческий мир. Когда женщина пришла и возлила мира на Христа, то Господь сказал, Марка 14, 9, «Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие о сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Неужели это так важно, что такое обетование дается простой женщине? Эта женщина открытым оком смотрела дальше, чем апостолы. И поэтому все евангелисты говорят о ней. Некоторые притчи, события из жизни Христа упоминаются или только у Иоанна, или только у Луки. А вот это незначительное событие, помазание Христа упоминается всюду. Где бы это Евангелие ни возвещалось, и до края земли всегда в память этой женщины воздвигаются проповеди о ее жертвенности и любви к Спасителю. И до края земли сегодня со звездою путешествуют эти персы, со звездами в руках детей и взрослых. «Эта звезда и есть Сам Господь». Звезда пророчествовала о рождении Царя Царей. И этим она также указала на Слово Божие. 2 Петра 1.19 И при том, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, и не войдет утренняя звезда в сердцах ваших. Откровение 22.16 «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я, Есмь, корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Со звездою путешествуют. А как они нашли эту звезду? В песнопениях этого не указывается. Прочитайте числа 22 и 24 главы о происхождении звезды. Это исключительно важно знать. Когда люди ждали бы какое-то событие, то они бы туда заранее направляли приборы. Когда были взорваны небоскребы, то первый взрыв, если бы люди ждали, сфотографировали. Из разных домов направляли бы свои объективы на это место. Но снимков нет там, где никто не ждал события. Сколько самолетов сталкиваются в воздухе, но снимков таких много ли? Если есть, то случайно получился снимок. Волхвы нашли эту звезду и, как узнаем, это не было случайностью. Они все силы разума и приборы направляли в небо, ожидали эту звезду. Там, в Персии, были эти астрономы. А в Израиле спокойно спали и не ждали, не высчитывали, не искали эту звезду. Может быть, эти язычники боялись просмотреть время ее появления. Было пророчество, и притом пророчество не от евреев. Это редкий случай. Пророчество от языческого пророка, который служил Богу и Иегове. И это странно. Как этот пророк там оказался? Почему с ним Бог разговаривал, когда богоизбранность евреев уже произошла? И разговаривал с этим пророком так, как и с еврейским народом не разговаривал. Имя его Валаам. Он называет себя дважды. Число 24.3.15. Мужем с открытым оком. Падает, но око его открыто. Когда мы кланяемся, то мы обычно глаза закрываем. А здесь муж с открытым оком падает, а око его открыто. Кто же открыл ему его око? И он не просто падает от усталости, но по вдохновенном состоянии, как в трансе. Пред этим событием говорится, что когда Израиль входил в обетованную землю, то все народы, какие стояли на этих землях, держались за свою землю. Это их каноническая территория была. И не просто евреи сказали им, освободите нам эту землю, но умрите. Выходит, что мне надо жить, а ты умри. И это было от Бога. Поэтому тогдашние народы Палестины объединялись в союзы, чтобы устоять против неведомо откуда взявшихся интервентов. Но никакие ассамблеи не помогали, все союзы рушатся и пыль до небес. И тогда царь Валаак находит этого пророка Валаама и призывает его к себе. Приходит одна делегация с обещанием награды. Он отказывается пойти. Зовут его с одной целью. Проклясть этот страшный народ убийц. Вот если его проклясть, тогда они потерпят поражение. Тогда знатные князья приходят, уговаривают его пойти и помочь им. Господь на этот раз выполняет внутреннее желание Валаама пойти, и он идет. Но впереди Бог поставил преграду. Ангела с мечом. И когда ослица трижды сворачивала с дороги, ногу его прижало к скале, и он стал бить ее палкой. Тут ослица остановила его. 2 Петра 2.16 Но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Он был слепой, ничего не видел. Тогда открылись глаза его. Бог открывает глаза не всем. Сколько сегодня понаделали ложных выходов архиереи и патриархи. Куда они идут? Кого они проклинают? На кого навешивают ярлыки? Так и не открыто, что проклятие сергиевской декларации лежит на них. Они все еще слепые. Нас часто Бог ставит в такое положение, когда некуда отвернуть ни налево, ни направо. Числа 22.26 Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Израиль просил право пройти территориями государств, по чьей земле они шли. Таразакония 2.27 Позволь пройти мне землею Твоею. Я пойду дорогою, не сойду ни направо, ни налево. И это шествование прямой дорогой переходит на духовный уровень нашей жизни. Таразакония 5.32 Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь, Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Мы часто своими силами начинаем пробивать себе дорогу, употребляя связи, знакомства. Но когда Бог показывает, то провидишь ли, что впереди тебя ждет. А если бы все было так, как ты хотел, что дальше случится? Немного только просчитай вперед, года на три хотя бы, что бы было. Так девушка высмотрела себе парня. Вот только его и надо. Но прошло время, и она ужасается той участи, какая постигла ее знакомую с этим хорошим и кучерявым. И теперь только и говоришь, как же это меня Бог отвел от этой беды. Вспомните, Вспомните, каждую свою жизнь, сколько раз было это, и с тобой, и с ней. Здесь пал пред ангелом этот муж с открытым оком. И с открытым оком он пойдет дальше. И это не просто один из пророков, но единственный на весь языческий мир. Мы не знаем, какой они нации. Иоанн Златоуст полагает, что из Персии. Может, и это не точно, но он очень близок был Мадиамскому народу, исключительно умный и вдохновенный пророк. 2 Петра 1.21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И Господь вторично говорит, иди, но говори то, что я тебе вложу, что ты видел открытым оком. Жертвоприношение на семи жертвенниках на вершины горы, когда Израиль почивал в шатрах. По валу и по овце возлагается на семь жертвенников, но пророк не говорит ни одного слова в защиту этой страны, где он находится, но говорит в защиту Израиля. Всюду сокрушения, горы трупов и снова с другой вершины провозглашает ту же самую проповедь, пророчество о непобедимости этих пришельцев. Число 23-25 И сказал Валак Валааму Не клясть, не кляни его, не благословлять, не благословляй его. У людей так бывает, когда кем-то крайне недовольны. Ты про него только хорошее не говори, это мой неприятель. Это тоже наше благословение. Если уж не можешь ругать, так как ничего за ним не нашел, то и хорошую молву о нем не распускай. Это и есть научение Валака. Валаку нужна победа и одна на всех, а за ценой они не постоят, они смешают тебя и твои труды с грязью. Лозунг один Израиль или мы. Но Иегова уже решил эту борьбу до ее начала в пользу своих возлюбленных. Тогда начинается новое видение пророка Валаама. Числа 24 16 17 Говорит слышающие слова Божии, имеющие видение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстанет Жезл от Израиля. Ужаснулся тогда царь Валак и говорит Валааму Числа 24 10 Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз. Позже этот случай будет Израилю выговорен. Второзаконие 23 5 Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе Ибо Господь Бог твой любит тебя Наши книги так и называются открытым оком это просветленным разумом Лука 11 34 Светильник тела есть око Итак если око твое будет чисто то и все тело твое будет светло а если оно будет худо то и тело твое будет темно Люди удивляются Иоанна 9 40 Неужели и мы слепы Если же делаете это все умышленно что означает делаете в здравом уме смотрите на вещи открытым оком как о себе говорите то вину свою отрицать уже не можете Иоанна 9 41 Иисус сказал им Если бы вы были слепы то не имели бы на себе греха но так как вы говорите что видите то грех остается на вас с вашим хорошим зрением вы просмотрели пришествие мессии и объявили его смутьяном и распяли Валаам смотрит с третьей вершины где приносили жертвы их божествам число 22 41 на другой день утром Валак взял Валаама и возвел его на высоты Вааловы чтобы он увидел оттуда звезда с востока но еще только восходит но как далеко до нее 1600 лет не близко он же открытым оком прозревает ее лучи за горизонта смотря с вершины другим в долине она не видна за горизонтом это сторожевые башни врагов Израиля и огласились страшным для них пророчеством о великом вожде Израиля Израиль сокрушит всех пока это только образ но придет Мессия и рухнут идольские капища образ спасителя виден был и языческому царю так в виде высокой горы будет показана Богоматерь и оторвавшийся от нее камень уничтожит все политические системы мира Даниила 2.34 Ты видел его доколе камень не оторвался от горы без содействия рук ударил выстукана в железные и глиняные ноги его и разбил их Как при крушении в горах несется лавина так внезапно будут рушиться языческие утверждения об иных лидерах и божествах оторвавшийся камень это как раз и есть рождественская песнь Дева днесь присущественно огорождает хорошим гражданином считается тот кто соблюдает законы того государства где он живет и принадлежит кому христиане хорошие хорошие они не воруют хорошо работают послушны но это только до тех пор пока законы государства не претендуют на главенство над законами божьими наши законы российские в Китае не исполняют мусульманские же законы в России недействительны златоуст говорит что только один закон Христов действует во всех тысячелетиях во всех системах мира откровения 2.14 но имею немного против тебя потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых чтобы они ели идола жертвенная и любодействовали христиане в государстве и как бы вне его нам говорят владыки мира вы нарушаете наш закон да нарушаем мы умышленно идем на это почему потому что впереди нас свет звезда и вот за этой звездой о которой было предсказано Валаамом и осталось в записях и по всей вероятности и устно передавалось у них из поколения в поколение они следили и не просмотрели похоже за два года раньше как выведал Ирод от этих христопоклонников звезда это Господь и они шли за этой звездой не зная еще об этом когда заканчивается Библия то читаем Откровение 22 16 Я есть звезда светлая и утренняя пока так в образах познают его имя это яркость утренней звезды забивает и солнечный свет когда она над горизонтом она должна нам о Рождестве Иисуса напомнить и открытым оком видит эту звезду Ифлиемскую Иоанн Креститель что она взошла из яслей пастушеских воссияв из чрева преснодевы Иоанна 1 29 на другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит вот агнец Божий который берет на себя грех мира еще пока тоже в образах видит но уже подошел вплотную соприкасается и не опаляется от этой звезды Ирод жил с закрытыми глазами но у него было много людей в подчинении которые исполняли роль сегодняшних прокуроров которых назвали оком государевым это око слепое было как у священников открытое око у того кто знает закон Божий псалом 118 18 открой очи мои и увижу чудеса закона твоего их надо видеть эти пророчества о пришествии мессии а они не видели потому что глаза их были слепы пророк Захария провел ревизию главного окулиста страны в отношении священников и нашел что они слепые Захария 11 16 17 ибо вот я поставлю на этой земле пастуха который о погибающих не позаботится потерявшихся не будет искать и больных не будет лечить здоровых не будет кормить а мясо тучных будет есть и копыта их оторвет горе негодному пастуху оставляющему стадо меч на руку его и на правый глаз его рука его совершенно иссохнет и правый глаз его совершенно потускнеет за то что не учите народ божий что не понимаете ничего апостол павел заботится чтобы нам жить во свете марка 13 36 чтобы придя внезапно не нашел вас спящими 1 фессалоникийцам 5 4 но вы братья не во тьме чтобы день застал вас как тать речь идет о пришествии Христовом и о преддверии этому происшествию несчастный Вологам он открытым оком увидел эту звезду дал направление волхвам заложил свое видение в песнопениях со звездою путешествовали а сам он чем занимался корыстолюбие сребролюбие погубило его 2 Петра 2 15 оставив прямой путь они заблудились идя по следам Валаама сына Васорова который возлюбил мзду неправедную Иуды 1 11 горе им потому что идут путем Каиновым предаются обольщению мзды как Валаам и в упорстве погибают как корей почему-то Валаам был среди князей Мадиамских какая-то ассамблея и было нападение от Израиля и он погиб вместе со всеми Иисуса Навина 13 22 также Валаама сына Виорова прорицателя убили сыны Израилевы мечом в числе убитых ими но перед этим он дал страшный совет он расследовал почему же у Израиля такой успех в военных кампаниях потому что за них Всевышний нужно чтобы Бог отвратился от них а так как Бог есть Бог чистоты и святости то необходимо ввести в грех этот непобедимый народ и они будут тогда слабее как и мы ныне самая сильная страсть плотское вожделение молодые им удержу нет им нужны дискотеки непрерывный разврат чтобы их там спидом кормили и Валаам наставил их так что Иегова еврейский Бог более всего не любит не терпит когда люди кланяются другому Богу Иегова повелевает что идолопоклонство необходимо истреблять в самом зародыше поражая даже самых близких И не нужно убеждать переубеждать но нужно просто уничтожать Ни о каком уважении веры другого человека Библия не говорит Ни о какой веротерпимости нет и намека Второзаконие 13 6 11 Если будет уговаривать тебя тайно брат твой сын отца твоего или сын матери твоей или сын твой или дочь твоя или жена на лоне твоем или друг твой который для тебя как душа твоя говоря пойдем и будем служить богам иным которых не знал ты и отцы твои то не соглашайся с ним и не слушай его и да не пощадит его глаз твой и не жале его и не прикрывай его но убей его твоя рука прежде всех должна быть на нем чтоб убить его а потом руки всего народа побей его камнями до смерти ибо он покушался отвратить тебя от господа бога твоего который вывел тебя из земли египетской из дома рабства весь израиль услышит сие и убоится и не станут впредь делать среди тебя такого зла михея семь пятнадцать не верьте другу не полагайтесь на приятеля от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих молодежь похотлива как жеребцы колхозные как кобылы необъезженные еремии пять восемь это откормленные кони каждый из них ржет на жену другого языкиль двадцать три двадцать пристрастилась к любовникам своим у которых плоть плоть ослиная и похоть как у жеребцов валаам научил князей такое дать указания своим подданным своим комсомолкам чтобы когда она играя глазками увлечет еврея то не сразу бы поддавалась ему но прежде любовных утех пред тем как войти ему к ней в шатер пред тем как возлечь на ее ложа он должен взять кусок мяса что у входа в ее шатер и возложить настоящий тут же жертвенник ваалу или иному демону и тогда удовольствие можешь брать свободно и неограниченно и потянулись очереди к свободной любви и прогневался на них бог иегова и на полях сражения началось поражение бьют их афганцы бьют их чеченцы тогдашние мудрецы в штабе вооруженных сил гадают отчего так ослабели руки прежде непобедимых вояк израиля канонизируют своих ушаковых суворовых радионовых ставят великомученицу варвару попечительницей над ракетными установками сатана освещают в каждой воинской части патриарх с министром вооруженных сил новые храмы и часовни а поражение за поражением лавиной катится цинковыми тюльпанами и растекается по обширному в кавычках святому Израилю и никто не смотрит не зрит в корень что все это от скверны от блуда от измены Богу живому о котором забыли лиходеи и прелюбодеи совет Валаама был точен и Валаама убили сыны Израиля сегодня эта звезда сияет над миром эта звезда приближается к закату земной истории эту звезду люди подняли высоко на Голгофский крест там высоко на Голгофе знамя его любви песня песней 2.4 Он вел меня в дом пира и знамя его надо мною любовь это звезда любви звезда заветная гори гори моя звезда что это за звезда что она и над могилой негасимо сияет когда писалось это песнопение на могилах не ставили этих тумбочек с пятиконечными звездочками Иоанна 15 13 нет больше той любви как если кто положит душу свою за друзей своих сегодня церковь Христова отмечает память рождения этой звезды языческий пророк приветствует полноту любви эта звезда восходит из чрева Девы Марии Галатам 4 6 а как вы сыны то бог послал в сердца ваши духа сына своего вопиющего Авва Отче это воззвание Авва Отче означает признание существующего отца небесного память 22 апреля Феодор Сикиот мать видела как в ночь зачатия в ее утробу сошла звезда предзнаменование величия сына эта звезда вошла в очрево Девы Марии пророчество непременно должно было быть исполнено это случилось 7 апреля день благовещения Деви из Назарета ровно через 9 месяцев звезда поднимается над горизонтом мировой истории этой звездой Вадим и Волхвы и учились от нее эти первые языческие проповедники свидетели рождения звезды рассказывают что тела этих путешественников покоятся в Германии мы не знаем святые ли они но сделали они святое дело выполнили пророчество в стране была диктатура власти и едва родившись он превращается в беглеца бежит за границу скрываясь от палачей великий зарубежник в кавычках бросивший свою паству а фарисеи лиходей и первосвященники в кавычках страдают на родине со своей в кавычках богоспасаемой и боголюбивой паствой но будет другое время когда побегут палачи от вида этого благомладенца откровение 20 11 и увидел я великий белый престол и сидящего на нем от лица которого бежало небо и земля и не нашлось им места тогда восстанут изверженные землей и мавзолеями все тираны и злодеи правители предликом рожденного ныне судьи вот какой звезде мы ныне поклоняемся и от которой учимся учахуся вместе с волхвами зарубежниками когда отныне услышите это церковное песнопение то знайте ее происхождение этой яркой звезды сиона звезды давида семилучевой когда человек плохо видит тогда бог хорошо его ослепляет говорит Иоанн Златоуст знания мешали видеть Савлу спасителя мира тогда тоже была своя прокуратура тогдашняя государева око которая помутнилась и они устраивали тогдашние расстрельные тройки и завели пронырливой ставили к стенке истинных служителей Саваофа чего не хватало этому молодому раввину ученику Гамалиила ему не хватало открытого ока наша община называется крестовоздвиженской в честь поднятия креста на вершине которого звезда Марии высок тот крест но его поднимают еще выше руки патриарха Макария наша община как бы самим названием поднимает эту звезду над миром окружающим нас откровение 22 16 я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах я есть корень и потомок Давида звезда светлая и утренняя это накладывает на нас обязанность нести людям слово о звезде Давида эту радость которую мы испытали радость познания спасения во Христе Иисусе радость искупления рождение Христа это должно стать и рождением нового человека в нас этой жизни во Христе апостол Петр напоминает нам 2 Петра 1 19 и при том мы имеем вернейшее пророческое слово и вы хорошо делаете что обращаетесь к нему как к светильнику сияющему в темном месте доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших эту звезду Иеговы мы можем видеть только держа око свое открытым и держа Библию в руках только читая ее и исследуя ее идя во мраке мира с этим светильником люди мира сего находятся во тьме Христос посылает и нас с апостолами возвестить миру и плачущим Петрам радость спасения в нем Марка 16 7 Но идите скажите ученикам его и Петру что он предваряет вас в Галилее там его увидите как он сказал вам Скажите братьям Христа плачущим и рыдающим что он воскрес что он ждет он уже в Галилее языческой он уже ожидает на святой в кавычках России этот мир задыхается в огустелом мраке египетском безбожном в смертоносной коммунистической ночи и это возвестить миру можем только мы Бог открыл нам истину Бог дал нам познать истину а не сектантское суемудрие не человекоугодничество патриархии мы даже не понимаем что наша община как звезда взошла в этом окружающим нас ложеверии и во мраке суеверии юродивой Руси бродящей по лже чудесам мироточения и лжеканонизации в ком есть ревность кто желает прославить Господа чьи глаза открыты для лучей звезды Божией те вперед на битву за души людей чтобы исторнуть их из плена греха но как написано в истории нашей общины не более 15-20% членов ее показывают активность остальные спят проснитесь и нужно не просто прийти сюда постоять и разойтись мы должны все слышанное применить в жизни принять решение немедленно только разговеюсь и сейчас иду благовестить ближним может быть к соседям кому-то написать кому-то позвонить облежу ложку и пойду в эту пустыню мира возвестить радость рождения звезды Давида по-другому начну завтрашний день идите по квартирам от двери к двери перехватите инициативу сектантов расскажите людям о величии истинного православия которое как звезда зашло над миром и погашено со времени когда стала официальной религией не оставлены ли мы духом святым если уста наши замкнуты для проповеди и око наше не открыто чтобы видеть всю беду какую принесло на Русь лжеправославие и тогда дух святой войдет в нас тот дух которым взываем Алва Отче Иоанна 14 16 и я умолю Отца и даст вам другого утешителя да пребудет с вами вовек сегодня как звезда нисходит дух святой в наши сердца знания наши это очи наши да будет просвещены духом святым Лука 11 34 светильник тела есть око итак если око твое будет чисто то и все тело твое будет светло а если оно будет худо то и тело твое будет темно если в нас не будет этого утешителя то наше стояние в храме ничего не даст просто стоят мертвые столбушки на скотомогильнике мы просто пришли отметиться повидаться когда мы не слышали об открытом оке всегда и помнить будем что это о любви христа отдавшего за нас кровь свою кровь его как рубины как звезды сияют над миром каждая капля крови его призывает последовать ему и положить жизнь за него аминь *** «